В период с 1 по 10 января 2022 года на территории города Устилимска и Устилимского района зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали четверо. Об отдельных случаях доложил инспектор дорожного надзора межмуниципального отдела МВД России Устилимский Алексей Черемных. ДТП с пострадавшими произошло на автодороге ЛПК Мостцы реки Ангара. Здесь тоже нарушение правил проезда перекрестков. Медицинская помощь потребовалась двум водителям. И ДТП на Белградской в районе дома 25. Тоже столкновение двух автомобилей. Помощь потребовалась одному из водителей. Основными причинами данных ДТП это несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда перекрестков, потом нарушение бокового интервала и несоблюдение дистанции. Также в одном из ДТП виновник не имел права управления транспортным средством. С положительной стороны не зарегистрировано ДТП состояние опьянения. Вообще за новогодние праздники было задержано 14 родителей, управляющих транспортными средствами состояния опьянения. И пресечено 400 нарушений правил дорожного движения. Только недавно мы говорили о возгорании рейсового автобуса Иркутск-Устилимск и массовых проверках междугороднего транспорта. И вот вечером 11 января в районе села Кобляково Братского района произошло еще одно ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту Братск-Устилимск. Он столкнулся с двумя грузовыми автомобилями. В салоне находились 40 человек. По предварительным данным, 6 пассажиров получили травмы. Трое из них госпитализированы. Удар был очень сильный. Практически вся передняя часть автобуса страдала. Многие люди соскочили со своих мест, попытались выйти. Было очень много крови. Было очень много травм, очень много сотрясений, ран рваных. У некоторых людей прям в прямом смысле повыбивались, повылетали зубы. Насколько я поняла, что самое интересное, водителя лицевоза не оказалось за рулем. Наш водитель пошел смотреть, осматривать ситуацию. Начали себе, каждый сам себе начал по мере возможности оказывать медицинскую помощь. Кому-то кровь остановить, кому-то приложить снег, холодный лед. Самых наиболее сильно пострадавших человек, я думаю, было человек 10-12, на попутных машинах отправлялись в Седаново. Там уже фельдшер им оказывала помощь. Остальные осталось по итогу человек 26 из всего автобуса. Кто у кого более-менее остановилась кровь. Ныне такие критичные раны были. Ждали следующего автобуса. Хочется отметить, что скорая приехала где-то примерно через 2,5 часа. Хотя, насколько я знаю, сообщали машинам идущим, что в сторону Седима, что в сторону Братска, чтобы позвонили. Но вот скорая приехала через 2,5 часа. Примерно так же подъехал первый экипаж полиции. Но у них там не ловила связь, не ловила рация. Они, соответственно, поехали опять в сторону Братска, чтобы, я не знаю, вызвать подмогу, либо кого-то, чтобы связаться с городом. Мы уехали через 5 часов. То есть авария была где-то в полседьмого. Мы поехали где-то без 20-12. У меня травма не настолько критичная и значительная. Была травма колена. Но наложили швы. Ну и сейчас нахожусь на больничном. По данному факту, следственным отделом по Братскому району Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет изучена необходимая документация о техническом состоянии транспортного средства и медосмотре водителя. По результатам будет принято процессуальное решение. Подразделением по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России Устилимский подведены итоги оперативно-профилактических мероприятий за период новогодних и рождественских праздников. Его начальник Анна Николаевна Нелин рассказала, сколько подростков к ним было доставлено и поставлено на учет. В период зимних каникул в полицию было доставлено 19 подростков. Из них 15 детей нарушили закон Иркутской области номер 38. Один совершил мелкое хищение сетевых супермаркетов. Двое подростков доставлены в состояние алкогольного опьянения. Правонарушители поставлены на учет в отделение по делам несовершеннолетних. Материалы для принятия мер воздействия направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. В период праздничных дней в рамках акции «Сохрани ребенку жизнь» инспекторами ПДН совместно со специалистами Комиссии по делам несовершеннолетних, представителями администрации Устилимского района, ежедневно осуществлялись проверки по месту жительства семей группы риска. Особое внимание было уделено жителям отдаленных поселений. Инспекторами по делам несовершеннолетних и социально опасных условиях помещены в Центр социальной помощи семье и детям трое несовершеннолетних. Один ребенок помещен в детское инфекционное отделение. За период каникул по различным основаниям поставлено учет двое подростков, выявлено и поставлено учет шесть неблагополучных семей, в том числе четыре семьи, где родители злоупотреблялись спиртными напитками. С родителями и законными представителями проведены беседы на темы уголовной и административной ответственности, комендантского часа и последствий его нарушения, необходимости организации досуга несовершеннолетних, надлежащего исполнения родительских обязанностей. С самими детьми беседовали о правилах личной безопасности и профилактике продяжничества. Теперь о Густилимском доме-интернате лидер знает вся Россия. Информация о нашем учреждении, его работе и сотрудниках вошла в восьмой том Федеральной информационно-аналитической энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины. Лидеры в профессии». Тираж издания составил 5000 экземпляров, каждый свыше 350 страниц. Коллектив интерната делает все возможное, чтобы проживающие в нем люди не чувствовали себя одинокими, помогает им вернуть веру в свои силы. Сотрудники действительно гордятся тем, что имеют возможность поделиться с профессиональным сообществом опытом, сердечным теплом, желанием в команде единомышленников развивать учреждение в формате современных требований системы, чтобы оно по праву носило яркое название «Лидер». Бездомные животные – проблема города. Но пока они нужны только добрым и отзывчивым людям, которые открывают для них частные приюты. На сегодня в единственном питомнике у Стелимска хатика более 500 потерянных и выброшенных на улицу собак и 60 кошек. Его директор Светлана Агатовна-Бульбук оценивает обстановку в целом как неудовлетворительную. С первого числа по 12 число поступило в приют 14 животных уже. Из них 4 собаки тяжелобольных и вот пятую привезли собаку. Прооперированные, то есть животные. А это потеряшки где-то выкинутые, подобранные с трассы собаки. То есть вот так, с улицы. Несмотря на проведенную профилактическую работу в период новогодних праздников, было зарегистрировано немало случаев побега четвероногих, испугавшихся салютов и громких фейерверков. Очень много, очень много вот у нас в группе, очень много вот собак было потеряшек, как называют. Что при взрывах, как всегда, хотя и предупреждаем людей, очень много выкладывали темы, что вот потерялись, потерялись, потерялись. Кого-то возвращают, а вот там потерялась, по-моему, той, не той, 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 рир. Ой, йорк, да, 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 вот что-то типа такого маленького. Да, так и не вернули, так люди не могут найти собаку. Потому что вот сколько раз объясняем, говорим по поводу чипирования. У нас постоянно бывают конфликты. Многие не воспринимают это почему-то, считают, что инородное тело, и это вредно, но я не знаю почему. А может быть, боятся ответственности, скорее всего. И многие отказываются, когда приезжают в приют, хотят взять животное, когда мы, значит, предупреждаем, что животное будет чипировано, то бишь все персональные данные вносятся в единую базу, люди отказываются из такие. Напомним, что Устилимская ветстанция вместе с приютом Хатико в течение практически двух месяцев проводила акцию «Подкидыш». В ее рамках граждане приносили бездомных, ждущих потомства, для стерилизации и вакцинации. Ее результаты ошаломляющие. По акции сколько было собак вам доставлено? Ну, около 30 штук. Это вот сейчас точно, я вам скажу. А еще было, то есть это где-то в ветеринарной службе, которых забирали. Ну, из этих 30 много и простерилизовали. Да. Примерно. Насколько сократили? Потомство? Да. Пополение города. Ну, считайте, в год, сука, щенится два раза. Ну, наверное, голов, особей 200 с города забрали. Будущего. То есть мы, как говорится, ну не получилось, не получится, что они выйдут в город. Прервали? Не останутся. Да, ну хоть на чуть-чуть, но прервали эту цепочку. С каких точек именно, знаете, какие-то основные, откуда они были доставлены? Ну, частный сектор, высотка, неван, потом дачные кооперативы, пилорамы. Как всегда. На данный момент в приюте щенков около 80 особей. Это вот после акции забирали щенков. Щенков, собак, мамок со щенками. Кто-то был беременный, родил, не успели простерилизовать. Вот около 80 щенков в приюте сейчас находятся. Куда их теперь, что с ними теперь будем делать? Будут в приюте. Ну, не знаю, вот после акции у нас практически, знаете, собак-то много привезли. Ну, и вот на данный момент забрали всего где-то около 5-6 особей. Счет у жителям питомника нет. Большие и маленькие, пушистые и гладкошерстные, черные, белые, трехцветные, породистые и дворняги. Здесь вы можете найти себе верного и преданного друга. Есть и те, кто навряд ли уже покинет приют и обретет любящих хозяев. Это искалечены и инвалиды. 10 числа к нам обратилась женщина, подъехала к приюту, чтобы мы оказали помощь в поимке животного. То есть, животного рана была на шее, как сказала она. Отдали двоих работников своих и поехали, вот отловили этого кобеля. Часа полтора гонялись по лесникам за ним. То есть, на седативные препараты пришлось стрелять, потому что он не подпускал никого себе, видать, боль и страх перед людьми, все. Собака была доставлена в приют. Оказана была первая ветеринарная помощь, то есть, 10 числа. А на 11 число была назначена операция. Предположительно, что за рана? Предположительно, значит, мы думали сначала, что это, скорее всего, может быть и петля. То есть, на покус собак не похоже. И при операции, когда врач вот такую выдвинул гипотезу, что это все-таки резаная рана ножом. То есть, это было ровно все отрезано, разрезана шея, и вот кожа одна как содрана, как скальпирована уже потом была. То есть, вот такое предположение, что собаку хотели убить. Лечение предстоит очень долго, это месяца 2-3. Потому что кожи не хватает местами, оголенной раны. То есть, вот что можно было врачей. Сшили, стянули, поставили дренаж. Вот. Рана уже инфицированная была. По лицу вы не обращались? Нет, а кто что докажет? Конечно, нет. То есть, это видеофиксации не было, ничего, то есть, это не до этого было. И вот сейчас еще одну привезли собачку. То есть, на Новом городе в лесу нашли собаку, подростка, щенка. Значит, собака там какая-то взрослая особь охраняла его. А этот вот тоже рваные раны. Еще что не знаем, сейчас будем смотреть и повезем в ветеринарную клинику опять. Прошлый год для хатика сложился неплохо. Был выигран грант губернского собрания, на который куплен микроавтобус для отлова и транспортировки животных. На президентский грант построили гостевой дом и закупили оргтехнику. В завершении 2021 года приют попал в число победителей муниципального конкурса некоммерческих организаций. И вскоре получит субсидию на благоустройство вольера для кошек. Благотворный год прошел. Наши спасибо всем и ресурсному центру с Иркутска, и нашей администрации за содействие, за оказание помощи, то есть в оформлении всех этих мероприятий. А вот еще, может быть, хотите поблагодарить предпринимателей? Ну, это, как всегда, Вачикжанин, Рысич, наши постоянные помощники, без кого никак, Дмитрий Дюбанов, ну и жители города, конечно, поблагодарить жителей города. Ну, если можно, помогайте нашим животным. Алена Феоктистова, Антон Емельянов, информационная программа «Северный город».